Доброе утро всем! Представляете, я тут хожу, гляжу, а там мужчины ходят. Вообще! Они там никогда не ходили. То есть вот эти соседи, они никогда не поднимаются туда. А я тут сейчас хожу такая, ну в ночнушке, одетая, они там ходят. Мне кажется, это с интернет какие-то люди. Да, Чучи, на улице так прохладно, это свежо, скажем так. Ой, я буду прятаться, чтобы они меня не видели. Видите, какие-то там провода проводят. В общем, я одеваюсь на работу и пошла. Я уже не помню, здоровалась с вами или нет. Ну, на всякий пожарный всем привет. Я ходила сейчас одну, бабушку укладывала. Она тут рядом живет. Ты же надо сахарить. Чарли мой не убежал. Вообще, он у меня не выходит без спроса на улицу, даже при открытой двери, ну на всякие пожарные. Потому что здесь очень много людей с собаками ходят. Вот, и некоторые собаки на него гавкать начинают. Я ей накручила бигуди, и так как у нее дома нету вот этой вот сушилки такой, диффусором сушу вот так вот ей. Ну, я ей, знаете, у меня какой лайфхак или же как его назвать? Так как она рядышком живет, я с утра, а мы же работаем по записи, и она у меня с утра на 10 была записана. Я пошла к ней в 10 домой, накрутила ей бигудюшки, и оставила ее дома на пару дней. Ой, на пару дней, на пару часов. Вот, а сейчас на всякие пожарные взяла фен, вдруг у нее не высохла голова. Ну, у нее все высохло за 2 часа. Вот, и пошла сейчас, сняла ей бигудюшки, и уложила, сделала укладку. Вот так вот, выворачиваемся как можем. То есть, мне без разницы, к ней сходить или не к ней, или еще куда-то. Тем более, она живет рядом. Рядом. Кстати, маску я вам вчера не показала. Вот такая вот, смотрите, какая-то маска. Такая прям, видно, что более качественная. Такая прям, хорошая. И удобная. Мне главное, чтобы удобно было. В общем, вот так надевается. Намордник, блин. Сейчас клиентка сказала, она новости слушает там по радио, что зараженные повысились, и умершие повысились. Здесь, в общем, да. Какое-то уже, знаете, надоело так все это. Когда уже это закончится, конца и края нет. В общем, все, я домой поехала. И... Кстати, на улице не очень хорошая погода. Сейчас скажу. Я увидела солнце на улице, надела платье. Почему-то думала, что он у меня с более длинным рукавом, но оказалось, нет. И, в общем, как-то... Ну, вообще, в принципе, нормально. С утра прям вышла из дома, было холодно. Я забыла взять куртку, джинсовку. И вот так вот. Немного замерзла. Сейчас, ну, ничего, нормально. Ветер дурацкий. Поэтому... Ну, на завтра уже вроде бы передают более... Такое пославление взять. Небольшой кружочек здесь сделаю, чтобы Чарли прогулялся. Вот уже какашки делает. В общем, нас запугали по полной. Сейчас собрала эти Чарлины дела. Такая иду, в пакетик отзаворачиваю, поднимаю голову. Навстречу полицейский идет. И такая... И Чарли на него гавкать бежит. А он такой улыбается, поздоровался. А я уже, знаете, у меня уже в мозгах... Так, у меня здесь парикмахерская. Я здесь работаю. Иду с работы домой. Уже, знаете, потом такая... Второй план с собакой можно. В общем, уже вообще за шуганные страсти. А я не из пугливых, знаете. Я не такая вот, что прям боюсь чего-то. Ну, смотрим, дед какой-то. Тут Чарли помнит, где-то кошки были. Вон пошел товарищ полицейский. Он здесь. Мне жители сказали, что полицейский ходит, круги наяривает, в общем, пешком. А клиентка живет вот здесь, вот в этом доме. Ладно, поехала я домой. В общем, я заехала в Лидл. Купила себе вот такие шорты. Это лен с хлопком. В Лидле, представляете, что-то очень... 8 евро, по-моему, стоит. У нас, как начался вот этот вот карантин, из Лидла убрали всякие вот эти вот предложения, одежду. Вообще ничего не придавали. Лидлы каждый четверг и понедельник завозят какие-то, ну, интересные штучки, дрючки, одежду, игрушки. Вот такое все. И вот, как начался карантин, они все это не привозили, ну, чтобы люди просто тупо заходили в магазин, брали еду, какая необходимо, и уходили. И вот на этой неделе они вернулись, как говорится, и завезли одежду. Вот это лен с хлопком, хорошая такая ткань. И, во-первых, стоит это все копейки. Вот этот, например, шорты вот эти стоят 8 евро, представляете? Вот, и взяла вот такой комбинезон. Тоже... Нет, это лен с вискозой, по-моему. 45% лена и льна. Лена. Вот, я это, естественно, уже все померила. Вот, и вот так вот он надевается через горло. Вот, и завязки там сзади. Вот, прикольный на летом. Прям классно ходить. Вот такие покупки. Еще там купила молоко, хлеб. А, и вешалки, сумки вешать. Не знаю, как это все получится. Ну, посмотрим. На улице прям холодно. Какие-то тучи набегают. В общем, погода не очень. Радует одно, что это все закончится в воскресенье. Такая дурацкая погода. В общем, буду сейчас переодеваться и кушать ничего не буду готовить. Точнее, что-нибудь приготовлю, но из того, что было. Еще есть, представляете, из барбекю, шашлык там остался, суп вчерашний. В общем, еды дофига и больше. Так что, не знаю. Доедать буду все. Еду я вообще не люблю выбрасывать, поэтому будем доедать. В меню у меня, смотрите, мясо оставалось от барбекю. Я сделала, запарила куркурс и сделала салат. Такой вот обед будет. Всем приятного аппетита. Вот такие вешалки я приобрела. Блидали. Такие с крючками. Я думаю, будет удобно прилепить куда-нибудь и повесить мои сумки. Потом что-нибудь придумаю, куда их прилепить. Я немного поспала. Так как я ложусь в 12, но я начинаю какой-нибудь видосик смотреть. И все. В царю рано. В общем, прилегла поспать. Чарли со мной под бок ко мне лег. И мы с ним продрыхли. А сейчас надо кофейку попить, потому что скоро уже спорт. На теме дня. Есть еще один план. Хочу сделать чизкейк. Но я вычитала в рецепте. Там нужны сливки. А у меня, походу, такого дома не имеется. Сейчас поищу хорошенечко. Нет, сливок нет. Что-то я рецепт раньше не дочитала. А то бы купила сливки. А чем их заменить? Ничем. Сливки нужны. Ну ладно. Отложим тортик на следующий день. К сожалению, его вообще не видно. Он нам что-то весь расплывается. Поэтому я так занятия не люблю. Что он там делает? Непонятно. Все как-то размыто. Поэтому я, наверное, сейчас, знаете, в горы пойду лучше. Потому что делаешь так, делай так. А что делать, непонятно. Вот. И это другой тренер. Поэтому как бы можно было бы как-то догадаться. Но невозможно догадаться. И я вижу, там ему все пишут, что нифига не видно. Невозможно не заниматься. Так что сейчас через полчасика пойду пойду в эти горы. Хочу вон туда пройти сегодня. Куда там, ну, дорожки ведут наши. Все, в общем, дороги. Во время карантина все дороги испытаю, испробую. Куда что ведет. Ну, я увидела там люди пошли туда. Значит, там что-то есть. Я поняла, куда я вышла. Я выхожу к Святому Николаю. Помните, я вам мескиту показывала. Вот я к нему вышла. Да, вот смотрите. Вон она. Ну, надо же. Так близко откажется от дома моего. Ну, как близко. Минут 15, наверное. Пешком. Все тропы ведут. Ой. 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 Это что? Это что? Угу. Такие собаки, они вообще такие шустрые. Собаки ураган. Смотрите. Туда полетела, сюда полетела. Ну, и раз уж я здесь, пойду проведаю. Николай Угодник. Друзья, куда я иду, понятия не имею. Ну, даже ни одного понятия не имею. По-моему, машина едет. Чарли просто спущен. Но красиво. Пальмы, елки. Только иду не в горы, а наоборот, куда-то спускаюсь. И меня пугает мысль, потому что потом надо будет подниматься. машина едет. Пи-пи-пи-пи. Бенеки, бенеки, бенеки кучи. Муэнтиков. Послушный мальчик такой. Да. Все, побежали. теплицы. Теплицы. В общем-то. А это инжир. Да, есть маленькие инжирятины. Инжирятинки. Смотрите. Там море. Море, море. Терри, ты куда пошел? Куда пошел? Пойдем. Нам еще идти куда-то туда. Женщины туда пошли. И мы туда пойдем. Так выглядят теплицы. Кстати, теплицы соседнего региона, соседней провинции Альмелия. И эти теплицы видно даже из космоса. Белое пятно. Там их просто уйма. Ну и там в основном все работают вот в этих теплицах. Помидоры, огурцы, перец. Все такое вот. И все это распространяется чуть ли не на весь мир. В Андалусии занимаются не только туризмом, кстати, но и агрикультурой. Поставляют клубнику, помидоры черри, обычные помидоры. огурцы, вот все любые какие там хотите овощи поставляются по всему миру. Сейчас так как санкции с Россией, но все равно находят выход и переправляют через там Польшу. через Польшу делают как бы... В общем, находят выход и тоже переправляют. Вот. Так что эта агрикультура у нас не останавливалась ни на день, потому что у меня есть подруги, которые работают на как это назвать-то, базу, куда поставляют все эти овощи и там их фасуют. Вот. И она все время во время карантина все время работала. Вот. поэтому естественно помидоры поспеют. Их же не будешь ждать там 40 дней, да, когда мы из карантина выйдем. И кушать-то все равно надо будет. И поэтому вот они всегда работают. Вот. У подруги у другой есть. У них вот именно вот такие теплицы. Огурцы, помидоры тоже выращивают. Видите, какая хуйма. Куда я сошла? Сколько людей здесь ходят? У нас же сейчас во время карантина люди где только не ходят. и вообще я даже таких троп-то не знала. Сто процентов когда не было карантина здесь вообще ни живой души не было. Сейчас все все спортом занимают. Все спортсмены. А пахнет как вы просто не представляете как здесь вкусно пахнет цветами. Даже здесь дофига народа. А вот эта штука по ней вода проходит. я не знаю куда я иду друзья поэтому поэтому поживем увидим. Также у нас очень много коз чтобы добывать молочко и делать сыр. Я не люблю козьий сыр я вообще к сыру отношусь параллельно но коз много. Маленькие смотрите какие тики-тики такие классные вообще. А еще у нас в соседнем провинции Хаэн деревья оливковые где добывается очень много оливкового масла. Поэтому некоторые просто думают что Испания это только туризм море. нифига испанское вино а масло оливковое а сыры а хамон дофига всего здесь а манго авокадо все это отсюда и причем с нашего региона манго и авокадо растет только в нашем регионе больше нигде имея ввиду Испанию. Вот кстати то ли манго то ли авокадо точно не могу сказать куда же это я выхожу хотя я уже ну тут прям толпы народа в общем я поняла куда я вышла такой круголяк дала а вышла чуть ли не к своему дому ну как чуть ли не чуть ли а в общем на кладбище на кладбище вышла вот впереди вот это вот у нас кладбище белое красивое даже можно вот так вот рассмотреть видите вот это вот плиты надгробные так что вот все дороги ведут к кладбищу вчера в фейсбуке увидела как наша алькальдеса Мерша говорила что она здесь все вычистила ну как она все здесь помыли и почистили здесь такая правда грязюка была я многократно снимала тут вообще жесть было что смотрите как здесь чисто канал стал там конечно они наверное не долезли до туда но тут вообще все очень кулюторно ну ничего люди такие свинья что еще накидают а там просто сборище собак собак людей все все в перемешку трындец капец поэтому я не очень люблю этот парк потому что здесь в основном с большими собаками все собираются вот и я хожу с Чарли другой наш парк а вот это наш спортзал еще непонятно когда он откроется но они говорят что они там уже делают все но обустраивают для того чтобы мы могли заниматься я уже дома в общем мне сегодня не понравился не мой спорт который нифига не спорт не мой маршрут слишком как-то близко что ли я бы сказала в общем ну ладно вообще смотрите какие у меня как калы выросли а эти все загибаются их наверное надо что их надо делать их может быть пересадить слушать потому что листья-то зеленые им как будто там не хватает места я их наверное сейчас пойду пересажу как вам такая идея потому что эти вот прям растут зашибись и тут вроде бы как листья не желтые ничего укропчик тут мой повалило ветром вот все растет вот вот эти тоже смотрите как растут в общем это балкон для для реанимации для цветов что-то не пойму что с ним то ли растет то ли не растет и орхидея смотрите завяли вот эти бутончики и отвалились в общем я уже с подругой консультацию провела она у меня спец по орхидеям у нее их там дофига и больше в общем провела с ней консультацию она говорит после магазина они все да такие херовенькие вот потому что их там какими-то антибиотиками кормят чтобы они росли были красивые в общем если будет совсем загибаться привезешь мне отреанимирую я говорю ну ладно подохнут будут подыхать тебе отвезу чтобы они у тебя отчухались вот так что вот так пойду калы пересажу потому что вроде бы как нормально они зеленые но мне может быть вошок вошков у меня дофига и больше вот в этот белый пересажу ой тут даже земля есть вот вам пожалуйста все есть пойду наверх в общем я не только посадила пересадила но я и рассадила они какие-то клубни у этого другие вот не как у того у того знаете какие клубни как это называются как картошка а у этого с корнями блин только сейчас помнила это слово и забыла трындец капец ну клубни да а у этого корни в общем разные они ну выживут выживут я их тут на ночь оставлю вот так вот полила их пускай стоят завтра не обещают или обещают солнце не помню ничего вот так вот у нас закат классный такой там вот море розовеет ой море море у нас там закат облака розовеют а я сейчас пошла в душик приниму душик и все и завтра в путь дорожку на работу вам желаю всего самого лучшего приятных выходных если у кого они в пятницу начинаются а у меня они начинаются в воскресенье в общем всего самого лучшего всем пока пока в воскресенье Субтитры создавал DimaTorzok